Здравствуйте! Представители нашей так называемой оппозиции дошли до ручки. Довела их до полного безумия Олимпиады в Сочи. Никак не могут они пережить, что нравится людям Олимпиада и ее герои. Нравится не только внутри страны, но и за рубежом. Ох, как гложет их от этого очевидного факта досада. Так гложет, что наибольные эмоционально нестабильные персонажи срываются в окончательное безумие. Мало кого оставил равнодушным триумф очаровательной юной фигуристки российской Юлии Лепницкой. Триумф таланта, красоты и нечеловеческого труда 15-летней девочки. Не остался равнодушным оппозиционер Виктор Шендерович. Вот как он высказался в своем блоге на сайте радиостанциях Москвы в заметке «Путин и девочка на коньках». Мне очень нравится эта девочка на коньках. Очень. Но если бы вы знали, как и нравился берлинцам летом 1936 года толкатель ядра Ханс Вельке, первый немецкий чемпион в легкой атлетике, улыбчивый парень, красавец, символизирующий молодость в Новой Германии. Что-то, однако, мешает нам сегодня радоваться его победе. Иначе мы в курсе итоговой цены этого спортивного подвига. Цены, в которую вошли и Дахау, и Ковентри, и Хатынь, и Ленинград. Не по вине Ханса, разумеется. Но так получилось, что он поспособствовал. Пишет Виктор Шендерович. Не правда ли? Автор этих строчек безумен. Ну, безумен, не иначе. Причем это безумие стало заметно не только нам, много лет наблюдающим вечно хихикающего Шендеровича здесь, на родине. О безумии Шендеровича заговорили даже в США. Например, обозреватель американского журнала «Форс» Марк Эдаманец написал статью, с оголого статьи. «Вам понравилось выступление Юлии Лепницкой? В таком случае вы нацист, считает ведущий российский оппозиционер». Американского обозревателя поразило, что российский оппозиционер Виктор Шендерович сравнил фигулистку Юлию Лепницкую с нацистом. На Олимпиаде в Сочи настоящей звездой стала 15-летняя фигулистка Юлия Лепницкая, пишет Марк Эдаманец. Ей удалось сочетать отличную технику катания и невероятную гибкость, присущую обычным гимнастам. Ее выступление смотрело огромное количество людей, и все они остались под большим впечатлением. Для нормального человека выступление Юлии Лепницкой не имеет ничего общего с политикой. Американский журналист посчитал необходимым напомнить Виктору Шендеровичу, что тот самый Ханс Вельки, с которым оппозиционный журналист сравнил Юлию Лепницкую, вообще-то во время Второй мировой войны служил в охранной полиции и совершил множество военных преступлений на территории оккупированной Белоруссии и Украины. По мнению Эдаманиса, в современной России много проблем. Надо быть слепым, глухим или тупым, чтобы этого не признавать. Но надо совершенно сойти с ума, чтобы сравнивать происходящее в России с нацистскими лагерями или развязанной войной, которая несла десятки миллионов жизней невинных людей. Для американского журналиста больше не остается загадкой, почему политическое движение, которое считает Шендеровича выдающимся оппозиционером, не преуспело на политической арене в России. Да и как оно могло преуспеть? Если Шендеровичу историю родной страны растолковывают уже из Америки. Растолковывают, что такое гитер, что такое нацизм. Кстати, погиб тот самый, так запомнившийся Шендеровичу, немецкий чемпион Ханс Вельки в Белоруссии. Его подразделения атаковали партизаны. И Шендерович, видимо, забыл, а может быть, и не знал, что за смерть любимцу Гитлера оккупанты отомстили, сожгли целую землю. И всех его жителей заживо называлась эта деревня Хатынь. Вот как рассказал об этой трагедии легендарный американский актер Бертлан Кастер в фильме Романа Кармена «Неизвестная война», снятого для проката в Соединенных Штатах. Мир знает две деревни в Европе, французскую Радур и чешскую Лидиц. Но все люди обязаны помнить символ фашистского варварства Хатынь в Белоруссии. Мартовским утром 43-го года эсэсовские палачи ворвались в Хатынь. Они обвинили жителей в том, что те помогают партизанам. Всех жителей Хатыни, женщин, детей, стариков, всех до одного загнали в сарай. Он стоял как раз на этом месте. Фашисты наглохо заперли двери и подожгли сарай. 149 человек, среди них 76 детей, были сожжены заживо. Чудом спасся только Иосиф Каминский, деревенский кузнец. Полуживой он вернулся в деревню и увидел сожженные тела своей жены и троих детей. Его 15-летний сын Адам еще жил. Он умер через несколько минут на руках отца. Теперь деревни Хатынь нет. Есть только памятник Кузнецу Каминскому и его сыну, всем жертвам этого неслыханного злодеяния фашистов. Сотни деревень были до тла сожжены карателями на белорусской земле. За три года оккупации нацисты уничтожили здесь 2 миллиона 232 тысячи советских граждан. Погиб каждый четвертый житель Беларуси. Колокола Хатыни звонят по мертвым. Колокола Хатыни вызывают к нашей памяти. Трудно понять, почему памяти совсем не осталось у господа Шендеровича. А может быть не только памяти, но и совести, если они не видят разницу между современной Россией и нацистской Германией. Спасибо за внимание и удачи.